Не знаете как заставить цвести ваши орхидеи? Тогда рекомендую отказаться от идеи заставлять, а наоборот активно заниматься регулярным ухаживанием за орхидеями в виде ежедневного опрыскивания. Тогда ваши орхидеи захотят зацвести сами. И не только будут цвести, но а также активно оживать корни везде. А для того, чтобы опрыскивание было не просто обычным водой, отстоянной в течение нескольких суток, разбавьте эту воду, сделайте ее более полезной, использовав препараты из аптеки, в частности отдав предпочтение моему кислотному альянсу. Вот, к примеру, эта орхидея, Лика Фантастик Фаленопсис, абсолютно недавно вышла из группы реанимации. Я показывала вам ее на своем канале, где использовала препарат Фуроцелин, для того, чтобы остановить пожелтение от основания. Вот даже сейчас, в момент, когда я вам показываю новый цветонос, возле него прямо-таки виднеется появление еще очередного корня с этой стороны, с другой стороны. Ну и та самая упомянутая шейка больная, которая после препарата Фуроцелина смогла восстановиться, обрастая новыми корнями. Кончики корней оживают как на новых корешках, так и на старых. Это очень важно, ведь любая реанимация будет успешной, если вы не только приумножите результаты, но самое главное, сохраните промежуточные. Тогда корней орхидеи будет еще больше, и они наконец-то перестанут гнить. Просто попробуйте их регулярно опрыскивать, если, например, обычная, привычная вам процедура полива приводила к негативным результатам, то есть те, на которые вы не рассчитывали, корни пропадали. То, заменив эту процедуру на агротехнику полива по листу, вы заметите, что результаты будут куда лучше. То есть корни перестанут высыхать, потому что это поможет восполнить нехватку влаги сверху корней особенно. И, конечно, гнить тоже перестанут, потому что избытка не будет от полива, потому что понемножку воды, но зато часто. То есть такая регулярная процедура опрыскивания поможет в любом случае, как симулировать цветение, как вызвать появление новых корней, как оздоровить растение в целом. Посмотрите сами на результаты. И корни появляются, и растение выздоравливает постепенно. Если нет возможности делать это абсолютно каждый день, тогда можно немножечко добавлять воды в поддон. Тогда вы точно убедитесь в том, что орхидея не высохнет за тот промежуток времени, когда у вас не будет возможности сделать опрыскивание. Я люблю делать это в утреннее время. Пытаюсь подобраться с разного ракурса для того, чтобы все смогли убедиться в том, что появившийся новый рост является 100% новым стоносом. Это отличить очень легко, он появляется ровно по центральной жилке пазухи листа, смотрит вверх и с таким вот острым кончиком, а не закрубленным, как у корешка. Что касается линейки моих препаратов из аптеки, отдельное внимание заострите на, остановите на кислотном альянсе. Также не забывайте о пользе перекиси водорода с йодом и лимонной кислотой. В любом случае весь список, перечень помянутых препаратов я оставлю в комментариях и закреплю сразу под этим видео для удобства вашего пользования. Залог любого успешного стимуляции цветения или наращивания корней это регулярность. Поэтому однократной процедуры безусловно будет достаточно для минимального результата. Но если хотите, чтобы побыстрее, да, получше результаты, ну, примерно как у меня были, тогда однозначно вам необходимо сделать уход регулярным. То есть баловать свои растения почаще постоянным опрыскиванием в утренние часы или вечернее время, когда вам удобнее всего. А также периодично вводите в рацион их питание тот перечень, который я вам уже поделилась с вами в комментариях. Пользуйтесь и пускай ваши орхидеи получают от этого одну пользу. Цветут и наращивают корни и радуют ваш глаз всегда.